Дорогие друзья, у нас в гостях Зоя Малякина, главный ветеринарный врач Росгосцирка. Ну, она не одна, конечно, пришла раз из цирка, значит, с кем-нибудь из цирковых артистов. А что это за такое существо? Сегодня со мной пришла вьетнамская весло-брюхая свинья. Она является артисткой Росгосцирка, но в данный момент она не работает, она обитает в нашей базе. У нас питомник в Подмосковье, где она нас ждет своего, в общем-то, кавалера для того, чтобы в дальнейшем получить потомство. Потому что мы в Росгосцирке за этим следим и стараемся воспроизводить животное. Удивительное, конечно, животное. Можно ее угрожать? Конечно, да. Вот для нее яблочки. Слушай, это я тебе яблочки более яблочки. Семейство свиньи на самом деле насчитывает порядка девяти совершенно различных видов, среди которых и дикие кабаны, и домашние свиньи, и вьетнамская свинка, и вименькие, и вьетнамская свинья. Они очень сильно разные, будут берутся есть, очень интересные животные, да. С такими выказанными. И если брать вьетнамскую свинку, она, конечно, по сравнению, допустим, с литовской белой поворотой, гораздо более нормальных размеров, более мобильная. Ну, за счет этого их, в общем-то, в церкви часто используют. И это именно конкретное свинье, ее зовут как? Ее зовут Кристина. А где же у них глаза? Они вот здесь вот в складочках. Ну, на самом деле, свиньи не очень хорошее зрение, зато очень хорошее обоняние. Благодаря пятачку они очень хорошо и на дальней расстоянии чувствуют запах. Ну, у нее щеки гнили, потрясающе. Это вот признак порода, да? Да, это вот такие анатомические особенности. Немножечко вогнутая спина, висящая брюшка, за счет чего она получила свое название. Вьетнамская весла брюхка из свиньи. Ну, а вот в Вьетнаме она действительно водится? Да, действительно водится. Там были выведены, собственно, эти породы. Сейчас они там водятся, да. На самом деле, свиньи достаточно умные животные, достаточно хорошо приручаемые животные. То есть упрямство не как у вас было, да? В общем-то, да. Упрямство там граничит с какими-то другими качествами, поэтому, в принципе, от нее можно добиться желаемого результата, особенно в какую-то вкусную подкорку. Да, наши великие церковые дрессировщики говорили всегда. Путь к сердцу животному лежит через желудок. А потом уже женщины переделали этот поговорок, сказали, путь к сердцу животному лежит через желудок, чтобы мужа хорошо покормить, он будет тебя любить. Ну вот, свиньи – это довольно обычные церковые животные. Ну, на самом деле, на сегодняшний момент в ростовом церкви не так много номеров, где используются свиньи, поскольку все-таки их размеры, их неповоротливость, неуклюжесть немножечко ограничивают их возможности в дрессуре. Ну, зато забавно. Да, ну и в принципе, жанно использование свиньи, конечно, это в основном клунада или какие-то юмористические номера. В принципе, такие есть, да, в церкви. Ну, а какие вот особенные эффектные номера свиньи могут показать на арене церкви? Ну, вот такой интересный случай, подтверждающий, в общем-то, достаточно высокий интеллект этих животных, довелось, значит, в анонной программе работать с свиньи и с клонихи. И через какое-то время дрессировщики поспорили, что свиньк сможет повторить все эти трюки, которые выполнялся слониха. И известно, что слоны, конечно, очень умные животные, выполняют сложнейшие трюки. И действительно, через непродолжительное время свинька смогла повторять такие трюки, как хождение с препятствиями, подкидывать мячик могла, могла вставать на задние ножки, считать предметы. Да, абсолютно не уступала слонихе по своим возможностям, скажем так. Ну и вообще ученые считают, что по интеллекту свинья, если так можно сказать, приравнивается к уровню двух- и трехлетнего ребенка. То есть у нее уже потенциально достаточно большие возможности заложены. Ну, спасибо вам, Зоя. И чтобы все ваши животные были под вашей опекой. Спасибо. Живыми, здоровыми и хорошо уступали. Спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok